Смирен? Все такие нерезвые. Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может, качество ваших тьму, любую из сим, вы придали ему, не грешен он ни в чем. Вы, во страц, грешнее. Нет, нет! Пускай умен. Час от часу умнее. У вас стоит ли? Вот вам один вопрос. Чтобы равнодушнее мне вынести утрату, как человеку, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, не дайте убедиться в том. Потом от сумасшествия могу я остереться. Пусть уж подали, простыть, охладеть, не думать о любви, но буду я умеет теряться по свету, забыться и развлечься. Вот нехоть и с ума свела. Что притворяться? Молчалин Давича мог без руки и остаться. Я же в нем участие приняла, а вы, случаясь на эту пору, не позаботились расчесть, что можно доброй быть ко всем и без разбору. Но, может, истина в догадках ваших есть. И горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанно на язык, в презрении к людям так нескрытую, что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случись, кому назвать его, город колкостей шуток ваших грянет. Шутить и век шутить, как вас на это станет. Боль мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни и смех мне весело, когда смешных встречаю, но чаще с ними я скучаю. Напрасно. Это все относится к другим. Молчанин вам наскучил бы едва ли, когда бы сошлись короче с ним. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите. Дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке три года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит, от доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог, ничуть от старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем, он с ними целый день засядет, рад, не рад, играет. Целый день играет? Молчит. Когда его бронят? Она его не уважает? Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скоро блестящий, скоро противен, который свет ругает, а повал, чтоб свет на нем хоть что-нибудь сказал. Да и таки ли ум семейство осчастливит? Сатира и мораль? Смысл этого всего она не ставит в грош его. Чудеснейшего свойства он, наконец. Уступчив, скромен, тих, в лице ни тени беспокойства, им на душе проступков никаких, чужих и вкривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Солид. Она его не любит. Докончить, я вам пособлю молчали на изображение, на скалозуб. Вот загляденье. За армию стоит герой, и примизною стану лицом, и голосом герой еще... Не моего, Романа. Не вашего. Кто разгадает вас? Сюда, Роман. За мной сейчас... Вам Алексей Степанович. Простите, надо бы наидти мне поскорей. Куда? К парикмахеру. Бог с ним. Щипцы простудят. Пускай себя. Нельзя, ждем на вечер гостей. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако, дайте мне взойти, хотя украдкой к вам в комнату, на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно согреют, оживят. Мне отдохнуть дадут воспоминания о том, что невозвратно не засижусь. Войду всего минуты две. Потом подумайте. Член английского клуба. Я там дни целы пожертвую молве. Про ум Молчалина. Про душу Скалозуба. Ой, Софья. Неужели Молчалина избран ей? А чем муж? Ума им только мало. Но чтоб иметь детей, кому ума недоставало? Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Он, он, на цыпочках немогат словами. Какую ворожбой умел к ней в сердце влезть. Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали? По-прежнему прежнему прежнему как живали день за день нынче, как вчера к перу от карт и к картам от пера и положенный час приливом и отливом. Могу назвать себя счастливым. По мере я трудов и сил с тех пор, как числюсь, по архивам Трима граждение получил. Взманили почести и знатность. Нет. Свой талант у всех. У вас? У вас. Умеренность и аккуратность. Чудеснейшие два. И стоят наших всех. Вам не дались чины? По службе не успех. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. Какое ж диво тут. Жалели вас. Напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала, что ты из Петербурга воротясь с министрами про вашу связь, потом разрули. Ей почему забота? Татьяне Юрьевне. Я с ней не знаком? С Татьяной Юрьевной. С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная. Да это полно талис. Татьяна Юрьевна. Известная. Притом чиновные, должностные, все ее друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. Ну что же? Так. Частенько там мы покровительство находим, где не метим. Я езжу к женщинам, но только не за этим. Как обходительно. Добра, мила, проста. Балы дает нельзя богаче от Рождества и до поста летом. Ой, праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить. И награждения брать, и весело пожить, когда в делах я от веселья прячусь, когда дурачиться дурачусь. А смешивать два этих ремесла есть мои искусников, я не из их числа. Простите? А? Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам? Ну что ж. При трех министрах был начальник отделения. Переведен сюда. Хорош. Пустейший человек из самых бестолковых. Как можно? Слух его здесь ставят в образец. Читали вы? Я глупости не чтец, а пуще образцов. Нет. Мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я. И по всему заметно. Не смею своего суждения произнести. Зачем же так секретно? А в моей летании должность медь свое суждение иметь? помил те, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святы? Ведь надо бы зависеть от других. Зачем же надобно? в чинах мы небольших. С такими чувствами, с такой душою любим. Обманщица смеялась надо мной.